И оказывается, нам надо провести маленькую-маленькую цепочку. Сначала, с помощью таумометра, надо изучить злого зомби из Таумкрафта. Нашёл! Вот он! Вот он! Привет! Привет-привет, красавчик! Так, изучаем. Да! Вы нашли подсказку! Ес! 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 Защита, спешка, огнеупорность... Так, вот оно как! Это всё зачаровывается в этой сборке! И дом мой находится примерно в 200 блоков. Кидаем. Шо? Что? Уже назад? Нееет! Нееет! Не говорите мне то, что оказывается, крепость всё это время реально была подо мной! Да-да-да! Наконец-то! С предыдущей серии мы можем это сделать! Пора заложить наше первое семя пустоты! Всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка! Пора пробудиться в сезоне пробуждения! Поехали! Ну что же! Всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка! Ииии, добро пожаловать в пробуждение! Да! Мы начинаем ломать шаблоны и открывать потусторонние измерения! Упс! Вот это я рановато сказал! Но тем не менее, что же было в предыдущей серии? Лололошка наконец-то стал психом и открыл древние знания! Полностью улучшенный алтарь из мода Витчери! Свершилась победа над боссом воздуха и многое-многое другое! Бррррр! Да-да-да, всё так и есть! Спасибо огромное за кадровый голос! Ну и что же, древние знания! Пора! А хотя подождите! Закадровый голос кое-что забыл! Он не сказал про психический детектор! Да, мы его получили в предыдущей серии! Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла! Он позволяет посмотреть в свою голову и узнать, насколько мы психи! В данный момент на 25%! С одной стороны, чем больше, тем хуже! Но с другой стороны, чем больше, тем лучше! Так, короче, чтобы у нас всё постепенно начало открываться, надо изучить с помощью таумометра семя пустоты! А здесь у нас, смотрите, какая проблема! Чужой! Неестественный! Жуткий! Это самый тяжёлый аспект! По моему мнению! В данный момент уж точно! Потому что нормально его можно достать только отсюда! Жемчуг Эндера, господи! Хорошо, давайте вспоминать, где они падают... О, здорово! Эээ... Эндер Крипер? Не, я хотел сказать Эндермен, но это тоже неплохо! Здорово! Привет! А! Тихо-тихо-тихо-тихо. Короче, я намекаю на то, что нам надо пойти в край. Эй, крипер, ты где? Да что ж такое-то! Я теперь спать спокойно не буду, потому что я не хочу возвращаться домой. Он его взорвёт. Давайте попробуем пройти сюда. О, подожди, так это же шахта. Это полноценная, мать его, шахта. Брррр, стоп. Не отвлекаемся. Если я сказал эндермены, значит эндермены. Следовательно, нужно сделать чик. Совсем другое дело. Ночь наступила и прямо сейчас надо найти эндерменов. Первых, ну, наверное, пяти. А хотя нет, подождите, у меня появилась идея. Нам надо просто взять и меч перековать на добычу. Ну и самое главное, починить. Нам надо достать много-много прикантатью. Я уже, по сути, посмотрел, самый простой способ это серебряное дерево. Если что, то это необычный камень и необычный незерек. То есть пока что это просто неоткрытая руда из хроматик крафта. Так, 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 всё, древесина серебряного дерева. Эгэгэй, ты где? Эгэм, я помню то, что я рубил тебя. Вот она, красавица. Ха-ха-ха. Мы возьмём самую чистую прикантатью и в этом нам поможет голем. Правда, есть одна маленькая проблема, смотрите. В этом дереве очень много дерева. То есть целых три аспекта. Следовательно, когда мы будем это всё переплавлять, наш голем будет постоянно заполнять все банки. Хотя, по факту, сам по себе аспект говно голимое. Именно поэтому, что я сначала сделаю? Пустотную банку. Тут даже подпись под меня. Слишком много эссенций? Да, слишком много эссенций. И благо то, что там даже изучать ничего не надо. Мы просто создаём шесть вакоусов, все эссенции присутствуют. И после этого, тадададам, тадам, готово. Получается банка, обсидиан и огненный порошок. Опа. А вот это не проблема. Порошочек у меня как раз присутствует. Положили, создали, забрали. Ачивка? Ну ё-моё. Никаких ачивок. Никакого праздника. Так, короче, пустотная банка положена. И прямо сейчас мы туда запихиваем эрбар. То есть тот самый аспект дерева. Вот так вот. Вот так вот. Замечательно. Данную банку мы полностью очищаем и просто ставим на место. Она у нас будет под другие нужды. По идее, теперь голем будет постоянно запихивать эрбар сюда. И даже если здесь накопится 64, он всё равно будет запихивать и запихивать. Потому что он дурак. Ой, в смысле, потому что банка позволяет. Так, короче, древесина пусть переплавляется. Надо бы, наверное, банку приконтать, её положить куда-нибудь поближе. Здравствуйте ещё раз. Вот вам. Ну что такое? Какого чёрта ты завис? Нет. Я не этого хотел. Пожалуйста, давай работай. Ааа, нет. Зачем ты приконтать и сюда вылил? Дурында. Так, ладно, выливаем. Всё, по идее, теперь будет работать. Делается быстро, чётко, налажено. Даже орда перетаскивает. Смотрите. Ох! Он встал на одном месте и теперь просто льёт все три банки. Смотри. Ему даже подходить к печи не надо. Это удобно. Так подожди. Может быть, все банки просто поблизости к нему перетащить, чтобы он постоянно не бегал? Да нет, бред какой-то. По моим подсчётам, четыре пузырька хватит на восемь слитков. Запихиваем раз, запихиваем два. Оу, е! Красота-то какая! Пора перековать. Но перед этим починить. Пожалуйста, хоть бы попался лут, я тебя умоляю. Твёрдость. Так, эээ, что дальше? Быстрота, заострённый и... О, лут! Фух, господи, у меня слитки как раз кончились. Теперь, этой самой ночью, Лолошка выходит на охоту. Ему предстоит найти эндерменов. Поехали! Ох, спасибо большое за ожидание. И, тарададам, тадам, 11 жемчуга. Но! Вы посмотрите, что умеет меч бури. Я просто офигел. В этой сборке не существует сплэш урона. То есть, если я бью какого-то моба, соседним урон не передаётся. Но, скажем так, у меча бури в таункрафте, это особенность личная. И об этом, скорее всего, можно было даже прочитать, но я этого не сделал. Да, 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 да! Лезвие будет проноситься по широкой дуге, поражает других врагов, стоящих рядом с вашей главной целью. И вот знаете, сплэш урон в Майнкрафте обычно работает как? Ты бьёшь одного моба, и соседним мобам наносится меньший урон. Здесь всем наносится одинаково. Это же просто кайф! Взяли и за один удар вынесли почти всех. Ох-ох-ох, а теперь, чтобы улучшить жемчуг эндера и создать око, нам придётся пойти в ад. Хотя, я и не думаю, что для нас это проблема, да? Так, давай-давай-давай, стреляй. Потом я тебя... На! Получай, зараза! Серьёзно, ничего не выпало. А-а-а, тихо-тихо! Стоп! Они охраняют камень! Даже два камня, я знаю, что это! Это лунные камни, которые мне понадобятся, и причём очень скоро! Так, тихо-тихо-тихо, да ё-моё! А ну-ка, умри, зараза! Так, получили. Надо что-нибудь выкинуть, например, песочек. И-и-и, давай, иди сюда! Эй, Ифрит! Тихо, да блинский блин! Ладно, его, походу, не достать, но, по крайней мере, лунный камень мы должны забрать. А может быть, это и не лунный камень, а солнечный. Ой-ой, хп маловато! Отбежали, сделали себе побольше еды, и поели. Тут очень важно следить за тем, чтобы тебя не убили, потому что, если вещи упадут в лаву, то всё, это навсегда. Аккуратненько зараба... А-а-а-а! Нет! 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 Пожалуйста! Господи! Пожалуйста! Я умоляю, 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 только не в лаву, только не в лаву, только не в лаву! Господи, ну боже мой, ну какого чёрта? Я совсем забыл то, что лава умеет разливаться. Ай, ну нужен был мне этот грёбаный камень, а! Ха-ха-ха, умоляю. По чуть-чуть забираем, забираем. Вроде бы пока что все вещи на месте, но я понимаю то, что какая-то часть упала туда. А, стоп, там лавы нет. Вау! Так всё шикарно. Аккуратненько спустились, всё подобрали и та-да-да-дам, та-дам, все вещи живы. Правда, мои сапоги-путешественника на последнем издыхании. Надо починить. А перед этим собрать 11 огненного порошка. Кстати, я тут светокамень нашёл. Давайте его тоже добудем. Ни хрена себе! А это ещё что такое? Здравствуйте! Спидфайр скелетон. Ты куда? О, чёрт. Ну ладно, с него бы вряд ли выпали какие-то крутые прибамбасы. Собаки чё-то напали. А ну-ка, идите отсюда. А, что? Чего нафиг? Мне голова выпала? Окей. Алтарь волка. Я знаю, что это такое. По идее алтарь позволит превратиться в оборотня. Но в данной сборке это немного тупо. Лучше вампира. Так, ну это был небольшой спойлер. Кстати, в аду как-то слишком сильно лагает. Короче, я сейчас убью Блейзов и вернусь. Раз, два, три. Пи-ип! Ого-го-го-го-го огромное спасибо! Всё сделано. Ну и что? Пора соединить. Раз, два. Мы получаем око Эндора. Хух! Ну и знаменательный момент, потому что мы впервые узнаем, где же находится крепость. И сейчас, прикиньте, прямо под нами. Три, два, один. Поехали. Таак. Ага. В эту сторону. Самое главное, чтобы эти око не разрушались. Да, как вы понимаете, я сразу иду на поиски, потому что в задницу подготовку. Да и, в принципе, есть еда, есть сапоги, которые, блин, почти сломаны. Задача номер один, найти крепость. Задача номер два, не поломать сапоги. Так, короче, я пробежал уже, ну, сколько. Вот здесь я сейчас, и дом мой находится примерно в двухста блоков. Кидаем. Что? Что? Уже назад? Какого хрена? Нееет, неееет, не говорите мне то, что оказывается, крепость всё это время реально была подо мной. Это же, анекдот какой-то, супер! Я бы даже сказал, супер анекдот. Мне он правда нравится, да! Крепость прямо подо мной, прямо сейчас. Это был самый быстрый поиск. Смотрите, как это близко. Я дико извиняюсь, мистер Крипер, не могли бы вы подвинуться, просто там это самое. Ну, вот это самое, ну, вы понимаете. Пошёл вон отсюда, короче. То-то же. А где, где копьё? А, вы посмотрите, оно прошло через Крипера. Давайте, чтобы не испытывать судьбу и не ломать око Эндера, ну, так мало ли, я прямо сейчас копать буду прямо отсюда. Так-так-так, будем надеяться, что лава не попадётся. Будем надеяться, что я не сгорю, хотя подожди, может быть реально лучше вот так вот... Что это? Янтарь? Может быть реально копать в два блока, потому что у меня нету могил, и если я потеряю вещи в лаве, то всё, это навсегда. Данная сборка, как-никак, у нас хардкорная. О, кристаллики. Собираем. Ай-яй-яй-яй-яй, плохие новости. Я, походу, когда тогда умер в аду, потерял алмазную кирку, которая властная и которая в четыре раза быстрее. Ээээ, неприятные новости. Будем надеяться, что в будущем перечаруем эту. Так, теперь мы заходим под камень. Наша карта адаптируется. Ага. И показывает, вот там есть какая-то крепость. Хотя, смотрите, скелеты я слышу с этой стороны. Ну, либо надо копать ещё ниже. Давайте попробуем. Эээ, у меня факелы кончились. Чёрт, сейчас будет супер темно. Ага, я шахту нашёл. Фак, но я опять же ничего не вижу. Я дико извиняюсь, у вас тут это самое. Есть свет? Или угли? Да, мне бы угли, пожалуйста. О, спасибо. Найдены угли, и самое главное, найден жёлтый цвет. О, ещё, кстати, подождите, я какой-то новый кристалл нашёл. У меня же вроде не было жёлтого, да? Обязательно берём, и с помощью мягкой железной кирки всё это дело добываем. Ах, тихо. Чш-чш, пошёл вон отсюда. А вот этот кристалл, кстати, я не знаю, добывал или нет, но давайте тоже заберём. Если посмотреть по мини-карте, вот прям если вглядеться, не-не-не, ещё ближе, то можно заметить то, что вот куда я смотрю, там коридоры какие-то. Интересно, здесь я пройду? Давайте проверим, тут у нас ещё уголь. Какая-то перидитовая руда, спасибо, не надо. И, о, здрасте. Ха, действительно, крепость найдена. Книжные полки, это прекрасно. Правда, у меня топора больше нет, потому что я отдал голему. Опа, забираем отсюда. Обычное колечко и кольцо подмастерья. Уменьшает затраты аспекта терра. Слушайте, а по-моему надеть я могу прямо сейчас, да? Найс. Как вы, наверное, знаете, вот этот мод на предметы, который ты можешь носить с собой, он создан создателем Таумкрафта. Именно поэтому вот эти колечки идеально подходят. Да-да-да, то есть вот этот легендарный мод Бабблз, он реально создан создателем Таумкрафта. Я сам был в шоке. Правда, я узнал об этом, может быть, 3, может быть, 4 года назад. О, фрагменты знаний, забираем. По идее, если я слеплю записку исследований, то, когда я ее активирую, я смогу познать какое-то неизвестное знание. И самое главное, оно откроется даже там, где у меня ничего не изучено. Вполне реально, что мне может с маленьким шансом повезти и открыться, ну, сингулярный узел ауры, почему бы и нет. Или может открыться какой-то дурацкий магический жир. В любом случае, это круто, но тут нужны фрагменты знаний, которые только находятся. Они не крафтятся. А теперь дайте мне, пожалуйста, портал. Да как можно быстрее. Опа, вот это мы тоже забираем. И еще один портал, дающий регенерацию, кстати говоря. Забираем. Не-не-не-не-не-не-не, мобы, отстаньте. Мне портал надо найти. Я не хочу на вас тратить время. Опа, сундук. Здрась... Эм, серьезно? Ну, знаете, Ока Эндра это прикольно. По крайней мере, теперь мы понимаем то, что портал 100% зажжем, ибо у нас 12 штук. Ладно, пожелайте мне удачи, потому что сейчас я буду искать, искать, а потом еще немножко искать. Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Я понимаю то, что портал я все-таки не нашел, но, походу, я обнаружил закрытую руду. Та самая, которая изначально, помните, была просто камнем. Что это, блин, такое? Ферокситовая руда какая-то. Давайте её попробуем добыть, и в итоге... Ага, нам падают кристаллики. А называются они ферокситы. Из них можно сделать янтарь из Таумкрафта. А, можно... Я понял. Можно использовать в качестве топлива. Фигня полнейшая. Идём дальше. Раз, два, три. Пип! Обалдеть! Тут реально нет ни одного глаза. Хорошо, мы тогда сразу это всё вставляем. И благо то, что я как раз нашёл жемчуг, представляете? Привет! Нет, нет и ещё раз нет. Мы туда сейчас, понятное дело, не телепортируемся. О, кстати, нифига себе. Сокровища всякие. Сокровища я люблю. Чего? Зачарованная книга, да ладно? Чёрт, а ведь в этой сборке это реально раритет. Эх, я бы реально сразился с этим драконом, но... Да, сами посмотрите, какая у меня броня. Полнейшее говно. Меч у меня вроде бы нормальный, но нет, тоже не то. Обязательнее, обязательно воссоздаём здесь вейпоинт. Называем край, сохраняем. А теперь телепортируемся домой. Давайте подумаем. Если в этой сборке я собираюсь убить дракона, то мне по-любому нужно какое-то дальнее оружие. А это... Да честно, есть одно предположение, и это связано с магией. Заходим в Тауманомикон, далее Тауматургия, и вот оно! Набалдажники, которые позволяют стрелять магией. Правда, есть одна маленькая проблема. Я в этот способ особо не верю. Именно поэтому надо найти что-то такое, благодаря чему я буду стрелять. Прям конкретно так бахать. С момента предыдущей фразы прошло примерно 5 минут, и я подумал, да в задницу, я просто сделаю самый обычный лук, но зато я кое-что нашёл. Та-та-та-там, та-там, боевой Таум-доспех. То есть, по идее, с помощью него я смогу нормально так защищаться, и что это за хрень? И вот чё ты меня ударил? Пшёл вон отсюда. Странно, что здесь написано «Отсутствует необходимое исследование». Éhh, придётся загуглить. Три, два, один. Пип! Спасибо большое за ожидание, я всё узнал, и оказывается, нам надо провести маленькую-маленькую цепочку. Сначала, с помощью таумометра, надо изучить злого зомби из Таумкрафта. После этого, по идее, откроется броня. Но! я видел сегодня прям в этой серии этого грёбаного зомби но тогда я даже и не подумал об изучении так 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 я его видел вот здесь пожалуйста хоть бы ты еще был ну ё-моё нашел вот он вот он привет 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 красавчик так изучаем да вы нашли подсказку господи это просто супер то что я реально об этом вспомнил я почему-то когда изучал мир стоп кто это ты кто такой ты ты реально кто так вот я реально когда изучал мир под песенку нашел этого зомби и почему-то подумал ага по-моему этот зомби редкий и тут у на тебе понадобился прям в этой серии что с него выпала таинственная эссенция так погоди-ка я знаю зачем она нужна она нужна чтобы призвать босса но знаете в чем проблема этому боссу плевать на твою броню это первое и второе он пипец какой сильный так а вот эти пирожки пожалуй забираем правда перед этим надо положить вот это сюд чёрт у меня все переполнено чё делать а ну-ка срочно телепортируемся домой и кладем все ненужные прибамбасы в сундуки нет это правда круто то что я сейчас совершенно спонтанно случайно нашел таинственную эссенцию поверьте на слово она делается очень тяжело и я сэкономил кучу времени рюкзак почистил все кристаллы перетащил сюда и смотрите какой я обнаружил сытость то есть по идее если я прямо сейчас его поставлю куда-нибудь сюда я буду постоянно сыт ну-ка да ладно да ладно реально это так работает у меня же вроде когда-то давным-давно был найден кристалл на опыт так скорость силами длительность нет такого но я сто процентов помню то что я его находил по моему где-то вот здесь да у портала в средиземье но еще подальше во я же специально даже вейпоинт оставил ну-ка здорово мы тебя сейчас забираем правда есть одна маленькая проблема мне в этой сборке я даже не знаю зачем нужен опыт понятное дело то что он все равно понадобится особенно в изучении хроматик крафта но как бы вот он стоит и дает опыт постоянно правда если отхожу в эту сторону то все опыт больше не дается сытость не распространяется следовательно стоять нужно прям вплотную да давайте проверим вот я встал сытость ты какого фига не работаешь неужели все ага по всей видимости эти кристаллы не бесконечные и рано или поздно опыт тоже перестанет лететь ну обидно тадададам тадам мозг в банке реально появился консервированная мерзость забытое знание среднее обалдеть это первое изучение где используется нежить экзонимис сами по себе аспекты тоже очень тяжелые поэтому придется немножко попотеть ну а так знаете либо я уже реально гений по изучением всех этих исследований либо это изучение и правда было простым research completed уровень искажения повысился давайте проверим берем психический детектор так ну ну типа я не знаю по моему ничего не поменялось монтажер покажите пожалуйста сравнение с началом серии ну да смотрите раньше это фиолетовая полоса не доходило до середины золота а сейчас доходит опа а наше огромное дерево все-таки постепенно срубается вы посмотрите ну-ка ну-ка дерево тоже постепенно таскается но где голем ты застрял бедненький давай 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 я тебя спасу теперь он собирает дерево и сразу перекладывает какая красота то когда процесс автоматизирован ты прям реально кайфуешь вернемся к теме мозга смотрите дальше у нас открывается зачарование наполнением и вот она боевой там доспех сам мозг по идее создавать не надо потому что он просто копит опыт и мне это не понадобится давайте изучим зачарованием наполнением ничего себе вот это жопа тем не менее и research completed ладно давайте посмотрим что это такое ой 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 а ты посмотри защита спешка огнеупорность так вот оно как это все зачаровывается в этой сборке интересно у меня такой вопрос а если например вот здесь прокачаю эффективность и после этого эту эффективность заработаю здесь неужели у меня будет мега супер-пупер крутая кирка который будет мега супер-пупер быстро копать ладно ладно не отвлекаемся боевой там доспех получаем супер быстро супер чистом я бы даже сказал то что это очень симметрично выглядит все забираем research completed и надеюсь то что там будет еще что нибудь пожалуйста миурюно себе слушайте я конечно хотел чтобы было побольше но не настолько маска тянущегося демона маска злого привидения давайте что-нибудь из этого изучим и что она дает если в вашем шлеме стоит эта маска то в битве на вашего врага может наложиться эффект иссушения. Нестабильность очень сильная. Блин! Вот тут начинаются реально проблемы, потому что нестабильность уже не незаметная. Она как минимум слабая. А здесь, я думаю, вы сами видите, крафт дорогой. Поэтому потерять любой предмет это равносильно самоубийству. Мне срочно нужны специальные свечки, которые все это стабилизируют. Но где эти свечки берутся? Скорее всего, надо изучить магический жир. Но сделаю я это уже в следующей серии. Надеюсь, что вам понравился данный выпуск. И если вы все еще не подписаны на канал, но вам реально прям зашло, вам нравится этот сезон, вам нравится эта серия, то пожалуйста, подпишитесь. Я специально делаю это обращение в самом конце, потому что вы, именно вы, кто досмотрели до конца самая активная аудитория. Именно вы, скорее всего, участвуете в жизни канала, лайки, подписки, комментарии. Так что это обращение именно в данную секунду. Спасибо большое, если вы так и поступили. А с вами были Лололожка и Таункрафт и Пробуждение. Всем удачи, всем пока, 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 пока.